Приветствую вас. Завтра, 17 октября, в Твилиси пройдет массовый митинг с требованием отставки мер от Твилиси. Вчера в столице прошли похороны 13-летней Мариты Мепарышвили, погибшей от удара током, только что отремонтированном в фонтане в парке Ваке. Ремонтные работы в парке лично курировал мер города. Народный защитник Грузии считает, что виновна система. Когда на экскурсии случилось трагическое происшествие, государство запретило экскурсии. После случая с парапланом запретили парапланы, а теперь запретят фонтаны. И дальше будем идти этим путем. Непрофессионализм и бесконтрольность, отсутствие подотчетности в их понимании губительно. Политические деятели должны брать на себя политическую ответственность и уйти в отставку. В ноябре месяце в Грузию планируется привезти еще одну группу украинских детей из Черникова. Тут же отмечу, что по сообщению Илона Маска, Украина продолжит получать бесплатный интернет через спутниковую связь с Старлинг. Президент Грузии отправился на переговоры в Кишинев первым рейсом молдавской авиакомпании Air Moldova. Белорусская певица и экс-целеведущая Вера Каретникова вышла замуж в Грузии. Церемония прошла в Грузии и была весьма закрытой. На финальном этапе гран-при среди юниорок по фигурному катанию в Италии успешно дебютировала начинающая грузинская фигуристка Инга Гургеницзе и заняла третье место. Правительство Германии выделит грант Руставскому азоту, крупнейшему в Грузии производству минеральных удобрений, на установку новых систем для снижения выбросов оксидов азота в атмосферу. Кстати, Германия на полмесяца раньше срока заполнила газохранилища без поставок из России по Северному потоку. Все мероприятия по частичной мобилизации в РФ будут закончены в течение двух недель. Более 220 тысяч человек из запланированных уже направлены в части. В связи с мобилизацией в России пилоты забрали с подготовленного к взлету самолета, из-за чего задержали регулярный рейс из Уфи в Анталию на 9 часов. Удачи всем вам!